Парни, всем привет, это Юра. Мы сегодня вновь в полях. Полячен здесь в преддверии весны. Как сказать, засилие как и женщин в коротких юбках, так и пикаперов, которые повыболзали. То есть мы тоже занимаемся, мы тоже, как говорится, всегда в теме. И в связи с этим я хотел бы вам рассказать одну историю, которая здесь же произошла. Буквально там три часа назад я встретил одного своего знакомого, который, ну так сказать, немножко с насмешкой отнесся к тому, что я до сих пор в 39 лет занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Я сказал, что я помогаю людям, помогаю ребятам становиться лучше, начинать жить какой-то счастливой жизнью. Это так и есть. Ну, в общем, там слово за слово. Все равно как-то он меня немножко осудил за это. Я ему сказал, что тебе самому там 37 лет, и в общем, ты сам-то хоть что-то, что ему сможешь показать. И в общем, он мне сказал, что как-то мы вообще без проблем. Суть в чем в том, что я ходил им здесь по кругам, и я ему показывал женщин. То есть это было порядка 10 женщин. И самое что смешное, он не смог ни к той не подойти, потому что там было такое количество отмазок. Я их даже записал в телефон. То есть сейчас по памяти скажу, что первая из женщин это была там кавказской национальности. И он мне сказал о том, что к ним не принято подходить, потому что, ну вот, я не подошел, потому что к ним не принято. А то, что у этой женщины, как бы, вот такие вареники, у нее кожаные штаны, обтягивающие вот с такой задницей, то есть это как бы у них принято. Я говорю, если у нее не принято, то она оденет паранжу, в общем, то есть есть какие-то атрибуты. Дальше следующая женщина, она оказалась как бы чуть выше его роста. Он сказал, что мы будем смотреться с ней неконкурентной, некрасивой. И на вопрос, что если бы она тебе сделала меня, то есть ты бы согласился, он сказал, да, я тогда, в чем проблема, то есть он опять ответить не мог. Следующая женщина была, ну, как бы, подходила для него, была какая-то мышь, то есть серая незаметно, он сказал, о, как бы, я как раз таких и люблю. То есть обычно ребята, ну, в общем, как ни странно, почему-то очень любят мышей и могут подходить только к ним. Я к тому, что, парни, как бы, ну, заканчивайте с тем, что хватит представлять себя экспертами, которые там во всем разбираются, если вы ни хера не можете ничего делать. То есть, ну, понятно, что здесь были задеты какие-то мои там собственные чувства, то есть я хотел как бы его проверить и доказать ему то, что он еще не умеет, потому что, как бы, критиковать людей за то, что ты не умеешь делать сам, это очень стремно. Вот, поэтому, ребят, то есть в преддверии, особенно вот этих праздников мартовских, я хочу вам сказать, что мы запускаем новый тренинг «Перезагрузка», он будет с 3 по 6 число, я вас всех туда приглашаю, чтобы вы были не диванными экспертами, не критиками, и чтобы вы в пикапе были не просто присутствовали тут, как бы, с раздачей советов, а чтобы вы сами что-то могли делать и что-то показывать. Поэтому будьте, как бы, деятельными, будьте теми, кто сам подходит, сам берет телефоны, то есть может этому научить и показать, то есть напоминаю, с 3 по 6 марта тренинг «Перезагрузка» в Москве вместе с нами успеть записаться.